Придумали цифровую экономику. Есть мероприятия, цифровая экономика, которые определяют развитие платформы. Придумали задачи цифровой трансформации и успешно реализовывали цифровую инфраструктуру, применение перспективной технологии, создание безопасности для доверия, человеческий капитал, будем развивать. Есть целый принцип цифровой трансформации. Это я стараюсь просто очень городом, ничего не застрелить, тем более, если первый разложил все это, более чем он. Также собираемся передать перспективные технологии. Пытаемся наделить искусственный интеллект правами, нефтарно, принимать решения. Какие-то предиктивные модели придумываем. Жизнице мы управляем, среду создаем, которая направлена в деятельности. Строим платформу. Уважаемые коллеги, забываем только об одном. На самом деле, платформа ТОРК Индель – это платформа, которая будет участвовать в любой информационной системе, создающейся на сегодняшний день в Российской Федерации. Будь она ведомственная, будь она государственная, будь она региональная. В любой, потому что любая деятельность, так или иначе, в той или иной степени подлежит готовлю надзору. Поэтому хотелось бы очень коротко уступать в это время остальным определить некоторые принципы, на которых, как нам кажется, которые мы этого обсуждаем совсем другое, развивать дальше платформу. Поэтому первая ключевая особенность развития – это встроенность в отделах ландшафт-сифровой экономики. Встроенность и на уровне нормативных документов, и на уровне процессов служебных. И, кстати, на уровне бизнес-процессов, наверное, для бизнеса тоже. Потому что зря он не слушал бизнес, как мне кажется. Было бы интересно и правильно послушать бизнес, а как он видит только МТ, простите за же организм, торчащий из любых информационных систем и получающий оттуда объективные данные. Но тем не менее, встроенность в IT-ландшафт-сифровой экономики. Вторая ключевая особенность – рано или поздно мы придем к состоянию, когда платформа или система будет непрерывно получать и проводить интеллектуальные, многофакторный анализ достоверных данных о субъектах и объектах, которые мы надзываем. И это следующее направление, которое мы не можем забыть. Торг-МТ, по сути дела, является системой систем. У нас есть с вами уникальный шанс от всем этим сообществам, более широким сообществам, сделать то, чего не сделали мировые информатизаторы, автоматизаторы, трансформаторы цифровые. Они строят систему-системку иерархическому принципу. У нас есть возможность подберяться на серьезные работа, на серьезные научные подходы и построить эту систему-системку за счет встраивания в IT-ландшафт, объектах и субъектах, контроле соответствующих модулей на этапе проектирования. Кажется, это важно. И одна из ключевых особенностей, о которых сегодня, к сожалению, размучало ни слова, это информационная безопасность. Потому что на сегодняшний день, в связи с перспективами развития ТОРК-МД, которые слышали сегодня, требования к данным, требования к самой системе, представляется больше, чем текущие, декларированные и аттестуемые требования от ВСТЭК. ФСБ, понятно, ФСБ будет заниматься двумя вещами. ФСБ всегда занималась секретой, всегда занималась ингустами, всегда занималась шоколадами. С этим вопросом как раз нам будет явление. А вот с требованиями ВСТЭК и с явными несоответствиями, не сейчас, но через год-два с явными как соответствиями, и региональной системы, и федеральной системы, требуемой 17-го, 21-го приказа, нам постарается очевидно. Система будет больше данных, она будет больше, чем будет требованием приказа. И это означает, что нам нужно сейчас начинать активно работать в СФСБ и с региональной народной над усилением и оптимизацией требований по информационной безопасности. Ну и самое, мне кажется, наше любимое, в общем, исследовательский институт, все, что делается сейчас в рамках этой и остальных инициатив по цифровой экономике, нужно системно связывать. Вот есть текущие перспективные задачи развития ТОК и НТВ. Вопрос технического регулирования, нормативного регулирования, вопрос в области инфрационной безопасности. Хотелось бы системно озаботиться соответственно перспективной архитектуре этим ландшафтам государства. Этот вопрос сейчас очень активно рассматривается. Возможности технологически эффективного встраивания в действующие перспективные государства в эту систему. А вот драйвером этих изменений, ну, помимо нас с вами, кажется, это системно заданные регулятором отраслью НТА, работы по созданию единой архитектуры государственных информационных систем, государственной единой облачной платформы, единые модели данных, системы управления, данных проектирования. И, что нам кажется особенно важным, обязательность исполнения результатов этих работ на федеральном и субъектом уровне. Спасибо. Спасибо, Андрей Владимирович. У нас, к сожалению, практически вышло время, но я думаю, организаторы позволят нам, экспертам, дать прям по минуте и, наверное, там несколько вопросов в залах. Опять же, если позволите. Ну, эксперты тогда самостоятельно. Можно? Я вам покажу вопросов в залаху. Вопрос больше к докладу Александра. Мне очень рада, что там был затронут вопрос по муниципальным уровням, так как мы, на самом деле, тоже уже, ну, как бы, задумывались, что только муниципальный контроль, и с чем грузден, потому что, ну, в течение 2018 года, в развитии России, это даже старый вопрос вообще, может ли муниципальный контроль вообще, как вид контроля, то есть необходим ли он. Вот. Ну, первый вопрос, наверное, будет к Сергею. Сейчас, в основном, дисптор КНД у нас работает региональный уровень, да? То есть, я так понимаю, что в ближайшем будущем уже это будет затронуты и как бы. Да, мы коллегам вдруг выдали, и с ними, наверное, как бы, тестируемся с муниципальным уровнем, и, я думаю, в следующем году мы уже всем по заявкам будем продавать на муниципальном уровне. А, ну, есть вопрос, ну, кто-то там. Могли бы, приходите к пилоте, мы можем с вами муниципальный уровень. И вот, да, нам дали везде, нам тренинг, это было очень много, чтобы было возможности делать. Изучая тоже такую природу муниципальных контролей, и вам, Александр, больше, как, наверное, совет, рекомендации, смотреть, рассматривать вообще муниципальные виды контроля больше из плоскости не планных, не планных проверок, потому что на самом деле они там улюбили. На самом деле, посмотреть доклады, то, ну, это не акцентное осуществление всех видов муниципального контроля, у них большая часть квази-проверок, это мнимые такие проверки, которые они осуществляют в рамках именно систематического мониторинга или каких-либо планов, по плану, для этого посмотрим. То есть, я бы к тому, что если кто-то, чтобы спускать именно в плоскость муниципального контроля, то есть, больше ставку делать именно на мониторинге данного муниципального действия в рамках осуществления муниципального контроля. Ну, это просто хорошее конкретное. Спасибо. А как посчитать, я же так понимаю, что это не могло посчитать. Мы как считали, допустим, если брать земельный муниципальный контроль, то да, они протоколы не имеют права составлять, то есть, они собирали материалы, фото-видеофиксации, и все это направляют в Росрегистр. Здесь как мы брали? То есть, мы просили их представить отчеты именно о составленных материалах, то есть, пакетах документов, которые они направляют в Росрегистр. Соответственно, мы видим, сколько взаимодействий произошло с теми же самыми подконтрольными субъектами, если это физические и юридические лица. Если брать какие-то другие виды муниципального контроля, у нас в Республике Тарсан, они по Коакорту наделены правом составлять протоколы, которые потом административная комиссия рассматривают. Соответственно, мы видим отчет именно вот таких документов, то есть, протоколы, и, соответственно, мы видим. То есть, если по докладам это одна-две плавные проверки, а по факту это больше трех тысяч взаимодействий в одном муниципальном контроле. То есть, там еще есть такая деятельность, как торговая комиссия, там тоже очень много вопросов, но мы с вами на новом. И там мы тоже можем понимать, что у нас есть контрольные взаимодействия, что нервы. Мы, в принципе, пришли к тому, что и, наверное, может быть, мы как предложение тоже будет специальным контролем развития России, что они уже рассматривали, действительно, может, пришло время уйти от плавных и внеплановых проверок на муниципальном уровне. Они там не нужны, они не работают. И действительно, прийти просто к стандартизации, до того же самого, там, не знаю, мониторинга, плановых рейдинг, осмотр, что просто, ну, они были прозрачные, они не прозрачные, их не видят. Поэтому, в принципе, в первую очередь, только Intel, если он спутится на муниципальном уровне. То есть, его докрутить немножко, он в другом ракурсе. Хорошо. Мы учтем, надеюсь, вашу помощь. Все. Но давайте еще кто-нибудь, один, два эксперта, либо, если нет, то... Я вот, что это зао. Хорошо, я рассмотрю. Отдайте мне. Нет. Добрый день. Сергей Федмаренко, вы компания Reef Access. Понятно, что вы совершенно правильно сказали, что драйверами цифровой трансформации у нас будет, по сути, каждый из регионов. Задачи регионов все разные и все достаточно сложные. Пример Челябинска – это довольно сложные процессы, которые приходится решать и с применением математического аппарата, и, скорее всего, там найдется место применению искусственного интеллекта. Как правило, в таких задачках очень важный вопрос – это наличие данных и доступ к ним. А решать эти задачи, как мы слышали, скорее всего, мы будем совместно с отраслевыми экспертами. Вот вопрос, наверное, больше к Сергею. Насколько в этом процессе просто, скажем так, в процессе построения так называемых вертикальных решений, потому что, мне кажется, это именно вертикальные решения, насколько просто будет очередь доступ к данным, таким экспертным компаниям, и, собственно, насколько просто будет поменять ту модель данных, которая нужна будет для реализации конкретной задачи. Плюс, наверное, еще хотел бы отметить, что важно понимать, что обкатанная на каком-то конкретном регионе математическая модель может быть суперполезна в другом регионе. То есть, фактически вопрос о тиражировании модельки на разные регионы. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я, наверное, первичный ответ дам я, и потом отдам эксперту. Смотрите, с точки зрения доступа, то есть технически, обычно технических проблем никогда нет, технически доступ будет легким. Будут личные кабинеты, будут средства анализа. Мы с организационной точки зрения сделаем так, чтобы заключение неких формальных оснований для того, чтобы какие-либо эксперты могли получать доступ к данным, это тоже упростилось, пришел в электронный вид. Помимо этого, если не говорить про условно закрытые данные, мы большую часть данных, те, с которыми владелец согласился, путаем просто в форме открытых данных вкладывать, туда, соответственно, будут иметь возможность вообще все использовать. Что касается, как бы, в рамках субсидий, в регионах есть возможность использовать средства субсидий для создания неких центров компетенции. И задача, наверное, не в том, чтобы иметь возможность менять модель собираемых данных, а в том, чтобы перед тем, как эту модель построить, все же пригласить экспертов и сразу собирать те данные, которые им нужны. Потому что менять всегда сложнее, дороже, в целом неверно. Нужно сразу начать собирать то, что нужно, потом только расширять, не меняя концептуальные основы. Поэтому, да, мы об этом думаем. В рамках и субсидий, в целом цифровой экономики планируются различные экспертные группы, в том числе, скажем так, есть такое понятие в Министерстве цифровой трансформации Англии, Австралии, что там есть пожарные команды. То есть это готовые дата аналитиков, тех, кто меняет, описывает процессы. Просто аналитики, которые приезжают на место и в каждом конкретном ведомстве конкретный процесс разбирают, помогают ведомству его изменить. То есть они приезжают на какой-то ограниченный срок, меняют, запускают изменения, обучают инструментам, выезжают, потом уже к санкционному поколю. Вот здесь большая вероятность, что у нас в рамках цифровой экономики такие экспертные вездущие команды пожарные тоже появятся. Это как раз то, о чем вы говорите, что возможно привлечь экспертов на самых ранних этапах, чтобы потом уже ничего не дать. Спасибо. Еще. И вот Узен Масад. Добрый день, коллеги. Я бы дал более расширенный ответ на поставленный вопрос, не только касающийся данных, а, заботу представиться, Аташкевич Евгений, в Грунии, в Аскаде. Я бы затронул вообще проблему технологического характера при выборе подходов к реализации государственных информационных систем, в том числе в сфере контроля надзорной деятельностью. Наверное, никто сейчас не будет отрицать, что текущий архитектурный ландшафт российских государственных информационных систем носит плоскутный характер. Каждая система разрабатывается уникально, в каждой системе изобретается велосипед, победными усилиями все-таки велосипед изобретается, у него те же два колеса, только в каждом регионе, у каждого федерального органа исполнительной власти этот свой красивый велосипед. Количество затрат, которые на него кладется каждый раз, производится ровно по одной и той же схеме. Изобретается уникальная архитектура, изобретается уникальная модель данных, изобретается уникальный набор компонентов, из которых формируется потом конечный продукт государственной информационной системы, регионального, федерального уровня, муниципального и так далее. Но каждый раз это какой-то некий уникальный продукт, при том зачастую выглядящий как черный ящик. Я бы рассмотрел на примере типового уточного решения тот КНД, который самый что-то есть в КИС, я бы на его примере рассмотрел некий иной подход. Сейчас сложилась в сфере КНД ситуация, когда правительство Российской Федерации транслирует запросы общества о снижении надзора, когда есть органы власти, ответственные за исполнение распоряжений половины правительства в области КНД, в частности регуляторная гигитина, бизнес-сообщество, которое мы, к сожалению, не пригласили, но было бы очень интересно его заслушать, которое как раз выступает бенефициаром изменения статусов по сфере КНД. Есть ответственность за нормативное регулирование в сфере IT, это один цифра, в сфере КНД это генпрокуратура, и же с ним. Как оказалось, что в сфере КНД на федеральном уровне есть 19 ведомств, которые непосредственно участвуют в сфере контроля надзора. Я не говорю про регионы, в одной, это на Москве, там 23 ведомства только в сфере предпринимательства занимаются контрольным надзором. То есть в целом по стране таких региональных ведомств несколько сотен. Сейчас хотелось бы отметить развитость отдельных информационных систем в сфере здравоохранения, в сфере ЖКХ и в сфере земельной и уничтоженной. Но это каждый раз уникальная система. Коэффициент переиспользования каких-либо подходов накопленной базы знаний, накопленных, накопленных инструментарием при каждой новой государственной информационной системе на данный момент составляет по нашим экспертным оценкам менее 10%. Мы каждый раз изобретаем велосипед. Предложение, которое, собственно, хотелось бы транслировать, в том числе, которое ответит на ваш вопрос о получении единого хранилища данных, к единому хранилищу алгоритмов, единой модели данных. Я бы предложил на базе типового решения для ГНД обсудить возможность создания единого центра по проектированию, контролю качества, осуществляющей функции проектирования, разработки ядра ТОРК и ГНД, выбора инструментария для ТОРК, инструментария разработки, то есть единой среды разработки, архитектурного надзора, а также администрирование реестра хранения программных продуктов. На мой взгляд, это даст коэффициент переиспользованию, то есть переиспользованию доли накопленных знаний, алгоритмов и инструментария до 30-40%, что на текущем этапе развития будет уже хорошо. Могу подробнее остановиться, что это даст преимущество в сфере инфобеза и в сфере проектирования СОДов и РЦОДов, резервных центров обработки данных и резервных данных. Но, так сказать, время уже подошло к концу, и вместо совсем расширенного ответа я бы предложил создать подобное, которое как раз поможет разработать и сделать эти алгоритмы открытыми не только данные, структуру данных, он сделает алгоритмы открытыми, опубликует единые правила по формированию среды разработки и даст всем разработчикам на всех уровнях, на федеральных, региональных и муниципальных уровнях единые правила игры. И по этим правилам игры можно будет достигнуть, по нашим оценкам, можно будет достигнуть следующих показателей. Когда существенно уменьшатся технологические риски при реализации прикладных решений в сфере КМД, время реализации прикладных проекта в сфере КМД уменьшится до на 20-30% и средняя стоимость государственных контрактов при развитии прикладных решений будет теперь в КМД закрепиться на 30-40%, что даст существенное решение государственных инвестиций при реализации прикладных решений. Вот. Я бы вот так ответил. Спасибо вам за... И не спасибо. Еще вопросы... Я вижу три, давайте это получим. Тут включается. Не включается. Ну ладно. Контоматист. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...